Единственный в СНГ завод по сборке и обслуживанию еврокоптеров работает в Астане. А теперь он может проводить техническую проверку не только казахстанских летательных аппаратов, но и вертолетов других стран. За экспортной помощью уже обратились компании из России и Монголии. В чем преимущество столичного предприятия и в какой поддержке обычно нуждаются воздушные суда, знает Марк Брюшко. Столичный завод по сборке и обслуживанию еврокоптеров ЕС-145 единственный во всей Центральной Азии. С момента открытия в этих ангарах собрали уже 28 вертолетов. Детали приходят в Казахстан из немецкого до Науверта. В прошлом году на этом заводе техническую проверку прошли более шести бортов. В этом году должны пройти в три раза больше. На обслуживание одного еврокоптера в тех или иных случаях уходит до трех месяцев, а каждые три, шесть и восемь лет в Астану для прохождения полной инспекции могут прилетать вертолеты из других стран. К примеру, вот этот борт из Монголии прилетел в столицу несколько дней назад. Предлагать свои услуги другим странам казахстанские специалисты начали недавно. В основном вертолеты приходят в хорошем состоянии и нуждаются лишь в плановом техническом обслуживании. А при необходимости команда техников может сама выехать за рубеж. Нам необходимо, прежде всего, во время этих регламентов убедиться, что вертолет сохраняет свою летную годность, что основные агрегаты и части его не повреждены. Отказы, как правило, здесь не столь часто встречаются серьезные. В основном это какие-то небольшие недостатки. Как правило, то, с чем мы сталкиваемся, это нормальный износ изделий. Предприятия уникальны и тем, что здесь проводят курсы повышения квалификации и переобучения пилотов. Только с начала года свои знания обновили 15 человек. Обучение делится на теорию и практику. Теория занимает около 3-4 недель. Практика 8 часов – это минимальная. И плюс 1 час – это чтобы сдать экзамен. Если инструктор посчитает, что нужно конкретному пилоту обучение чуть-чуть продлить, то он решает самостоятельно, еще может добавить часы практические занятия. Пилоты из соседних стран, таких как Россия и Туркменистан, уже заявили о желании продлить сотрудничество. Во-первых, это экономия финансовых средств. Еврокоптеры не нужно перевозить в Европу. Во-вторых, качество ремонта соответствует всем мировым стандартам. Марк Брюшко, Ербол Даиров, Хабар-24, Астана.